Ленечка, а ты где? Уж 9 часов вечера, а тебя нет и нет. Я уже ужин приготовила, у нас сегодня лазанья, фрикадельки на пару, завтра на работу возьмешь. Еще жули... Что значит ты ушел насовсем? Куда это ты ушел? Кларисе? А чё? А... да она вообще готовить не умеет. Чего это она такого может, чего я не могу? Заглот? Ну почему могу? Просто мне рецепт нужен, это что-то мясное. Какое мясо она берет? А... А Лариса, значит, может. Ленечка, я ведь тебя знаю, ты со своим гастритом долго на этом заглоте не продержишься. Все равно ведь домой вернешься, как проголодаешься. В этом году снегурочкой буду и я. Так что мужики стежки не прокатят. Готовьтесь. А может и мне попробовать, а? А то в последнее время, знаете, аппетита совсем нет. Попробуй, попробуй. Сегодня с утра треснула губа. Походу письмо до Деда Мороза дошло. Если ты на первом свидании не даешь, то хотя бы возьми. Я их накормила, предупредила, что вернусь поздно, так что пошли за гул. А какие мы салатики будем на Новый год делать? Оливьешечку, селедку под шубой, утку не будем. В прошлом году, пока я оливье делал, кошки на стол залезли, всю утку сожрали. В этом году без нее. А зачем мы вообще заморачиваемся, что нам готовят на Новый год? Надо кому-нибудь навязаться. К друзьям пойдем. Подарим им чайный сервиз, который они нам пять лет назад дарили. Они по-любому про него забыли. А он как новенький, потому что нахрен он вам вообще... Если я тебе позвоню после 12, не бери трубку. Это никакая не я. Или я, но никакая. Вы сами себе макияж делали? Ну, наверное, яркие. Румяна не подходит. Ну, не знаю, вам очень идет, если честно. Ну, тогда и сразу говорите, очаровашка. Очаровашка вы. Очарование. Девушка, а не хотите зайти ко мне на чашечку кофе? Хочу. У меня как раз давно не было чашечки кофе ни с кем. А у меня, кстати, еще вафли есть. Будешь? Ты девственник? Коля, через 40 минут муж придет с работы. Ну и что? Я же ничего не делаю. Так вот именно, а время-то идет. Девушка, а кто вы по знаку зодиака? Я рыба. А раком стать можете? Могу. Сколько? Сорок семь. Стоишь сколько? Ну, смотря что. Ам, полторы. А, две, двести... Три пятьсот в час. Три пятьсот. Ха-ха. Губа не дура. Губа не дура, две двести. Губа не дура, две двести. Давно стоишь? Свежая? Три пятьсот в час. Три пятьсот в час. Всегда только-только подвезли. Каждая женщина должна уметь делать для мужчины 70 вещей, приготовить омлет, ну и еще 69. Слушай, ну у тебя стопудовый есть любовник. Почему? С чего ты взял? Да я каждый день с работы прихожу, тут такая гора посуды, стопудовый он приходит и жрет здесь. Леш, ты что, ты с ума что ли сошел? Он у нас не жрет. Ира, ну-ка признавайся, изменяешь? Когда? Я утром на работу иду, с работы бегу в магазин, потом бегом домой варить, вас всех кормить. Когда я тебе изменяю? Да это же дело, пяти минут. Так это же с тобой. Сегодня надо знать, с кем лечь в пластей. Очень важно, удачно с кем-то переспать. Перекусила. Свет, да какая разница, сколько у него было баб до тебя? Главное, ты ему говоришь, что он у тебя первый. А ты будешь меня любить? Даже когда я психоватая? Андрюха, что это? Вазилинос. Андрюха... Вин в Лизе. Вин в Лизе. Подожди, ты точно татуировщик, Андрюха? Хочу себе мужика завести. А вот на это я тебе вот что скажу, подруга. Мужика завести люба дура может. А вот потом, когда он заведется, ты его попробуй вывести. Пися поднимается выше, без манипуляций сама, с нею ничего не случилось, просто наклонилась жена. Сема, а чем сегодня будешь заниматься? Помидорами с дачи привез. А потом? Хреном. Ну, хреном мы могли бы и вместе позаниматься. Хреном. Чё хреном баба? А, обалдеть. Ну, конец, чё там такое-то? Смотрите. предложила встречаться своему гинекологу он сказал что на этом работу не берет 10 часов развод ведь ты будильник поставил на 7 но нельзя опаздывать понимаешь вдруг сорвется ведь я так волнуюсь не представляешь прям не знаю в чем пойти ну в чем пойти а может красная декольте тебе какая разница а мне есть разница уж там судья будет мужчина я не понравилась отдала тебе семь лет четыре месяца два дня до витя я считала свой срок слава богу завтрашнего дня амнистия имущество поделим по справедливости ведь по справедливости да мне имущество тебе самое дорогое мусорное ведро а как-то без него пришли привык очевидчика выходит что у нас сегодня с тобой последняя мрачная ночь какие будут предложения милая тебя вчера говорил что ты у меня самый лучший нет а кому я вчера это говорила не поверишь я нашел еще одну позу для кекса и какую же спина к спине как это может тогда ничего не сможем сможем я пригласил соседку если женщина красиво и в постели горяча значит вовремя прививку получила от врача вы что улыбаетесь леонида ильич думаю попалась бы ты мне лято так двадцать тому назад с потрахами басля взял люда я наверно эту полку поешь на две дырки но не хочу и третью долбать саш ты видишь что три дырки нужно использовать три дырки хорошо люда я тебе ночью об этом напомню я вырос то время когда бабы не сосали совсем ну не принято как-то было ну или партия не разрешала часто я понимаю стимула не было и фон уже тогда еще не забрели а за стационарный телефон никто сосать не соглашался а вы не пулеметчик могу и пулеметчиком я полностью раздеваться или вы будете массировать какую-то отдельную часть а вы как хотите ну я хочу вначале полностью а потом отдельную привет рыжая я любил всегда рыжих девчонок нравились мне они жгучие такие знаешь как говорят если крыша ржавая то в подвале мокро всегда прикинь запомни если девушка решила не давать мужчине то она не успокоится пока ему не даст мужчину хочу доброго честного верного красивого сексуального с чувством юмора все хотят просто увидеть а я хочу уши который что-то там через мужика добиваются даже не буду осуждать ну чем молодец строить свою жизнь нужно она переспала у нее прописка в москве я переспала у меня спина болит и что и выигрыш плохо быть как я вот ко мне сейчас инвестор один подкатывает вот казалось бы все выходи замуж здравствуйте доктор здрасте раздеваться зачем раздеваться я окулист наверное у терапевта значит мне к терапевту до свидания мужчина а не подвезете красивую девушку до дома чё с красивую не подвести зови ее у меня вообще-то муж есть парень парня нет ну давай встречаться но я с мужем живу а я с бабушкой ничего запизде запизделали мы в загсе оба сра оба с раннего утра палец в жор палец желтеньком колечке за уже но у тебя поправился со свадьбой прям сильно ему дрожжи в еду кладу да то что даже в чай а кольцо носит обручальное конечно ты чё так его ж не видно оль его кожа это кольцо с двух сторон обняла очень крепко как сослуживца он в спортзал не хочет пойти у тебя не но он-то хочет я его не отпускаю да нафиг мне это надо может пойдет там похудеет накачается какая-нибудь тёлка его ведет нафиг не это надо а если кубики накачает мужику ведет тем более там душ есть умыться начнет а мы ты мужик это горе в семье подожди вроде же пьющее это горе вот как раз таки пьющий никому нафиг и не нужен а мы ты нужен понимаешь это тактика такая я специально ухудшаю понимаешь чтобы он никому не нравился чтобы я прям сама утром просыпалась ой господи куда а вы сейчас труса нет а почему так пришла я к такому умозаключению что носить нижнее белье вредно любой женщине с медицинской точки зрения потому что это все парников эффект и нужно избавляться от этого и принципе не ношение белья но по-другому ощущается то есть ты себя более несешь по-другому как ты думаешь почему мужики изменяют бабам в одной зыске гвозь ржавеет нужно или через плечо я тебе уже не на века я уже требую что вы грандиозная женщина честность пенсии и почему женщина честность все подойдет к встрече как тайну где женщина и смысл честность на все Продолжение следует...